70-летнюю пенсионерку из Москвы Ольгу Слегину осудили и оштрафовали за частный разговор в санатории, где она отдыхала в 2022 году, пишут российские СМИ. Во время ужина она перекинулась парой фраз об Украине и сделала комплимент Зеленскому, назвав его красивым молодым человеком с хорошим чувством юмора. Уже через несколько дней в ее номер пришел мужчина в штатском и заявил, что три человека написали на нее заявление в органы. Суд длился пять минут. Слегину признали виновной в деле о дискредитации российской армии и назначили административный штраф в размере 40 тысяч рублей. В начале заседания защитница от ОВД Инфолидия Аносова ходатайствовала об отложении судебного заседания. Слегина проходит лечение у врача-невролога и терапевта. У женщины сильные боли в ногах, и она не может присутствовать на заседании. Аносова попросила приобщить к материалам дела справки от врачей. Судья посчитала, что лечение – это неуважительная причина. Слегина же не в реанимации лежит. Ходит живая, здоровая, заявила она. Из сообщения Центра по правам человека-мемориал в Телеграм. Издание «Настоящее время» пишет, что в России участились случаи доносов на людей с антивоенными взглядами. По данным Роскомнадзора, за 2022 год россияне написали почти 145 тысяч доносов. Так на детского писателя из Санкт-Петербурга донесли родители школьника. Мужчина выступал перед его классом. Мальчик купил книгу писателя в погоне за призраками Петербурга. Одного из персонажей зовут Алексей, и он сидит в тюрьме. Родители провели параллели с политиком Алексеем Навальным и написали гневное письмо в администрацию школы, сообщила изданию дочь писателя. В нём говорилось, что родители обеспокоены сложившейся ситуацией. Таких людей, как Николая, нельзя пускать в школу. Он вроде бы с виду хороший человек. Книги для детей пишет, но через литературу пропагандирует свою позицию. Хорошо бы сообщить о нём в соответствующие органы, чтобы им занялась прокуратура и донесли об этом директору, чтобы этого человека больше никогда не пускали в школу. Юлия, дочь писателя, в интервью «Настоящему времени». А настоящего Алексея Навального, который сейчас отбывает срок в Покровской колонии во Владимирской области, избили и объявили ему о возбуждении нового уголовного дела за дезорганизацию работы колонии. Как написал у себя в Твиттере его адвокат Вадим Кобзев, к Навальному в камеру подселили осуждённого, имеющего серьёзные проблемы с личной гигиеной. Со слов Навального, запов в камере был такой, что войти туда было невозможно. И он отказался это делать. Потребовал поместить его в другое место и обеспечить безопасность. Вместо этого к Навальному была применена сила и возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ. Адвокаты заявили о провокации, но реакции со стороны властей пока не было. «Защита Навального возмущена такой откровенной, наглой и циничной провокацией. Мы требуем незамедлительного реагирования от руководства ФСИН и прокуратуры. Выражаем разочарование и возмущение тем, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Москалькова, как и уполномоченный по правам человека во Владимирской области, будучи письменно уведомленными о провокации, не приняли никаких мер, тем самым оказывая поддержку руководству колонии». Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального, в Твиттер. Олегу Орлову, сопредседателю Центра по правам человека «Мемориал», предъявили обвинение в повторной дискредитации армии. Его и ещё восьмерых правозащитников 21 марта допрашивали и провели обыски в офисах мемориала. «Сейчас я переведён из статуса подозреваемого, статус обвиняемого. Избрана мера пресечения, подписка о невыезде. Основанием для возбуждения уголовного дела по дискредитации стал мой пост, где я перепостил мою же статью, которая называлась «Они хотели фашизма, они его получили». Лингвистическая экспертиза, проанализировав его статью, пришла к выводу, что он занимает правозащитную антироссийскую позицию. Как сообщили юрист мемориала, экспертизу делали учитель математики Наталья Крюкова и политолог-переводчик Александр Тарасов. Оба работают в Центре социокультурных экспертиз, который не раз составлял экспертизы для дел политических заключённых. Орлову грозит до трёх лет тюрьмы. Автор текста позиционирует себя как человек, занимающий правозащитную антироссийскую позицию. Занимает её он осознанно. Автор является участником правозащитного движения в постсоветской России, председателем Совета правозащитного центра «Мемориал». Наталья Крюкова и Александр Тарасов – эксперты Центра социокультурных экспертиз в экспертном заключении. По данным оппозиционного издания «Медиазона», в 2022 году в российские суды поступило почти 6 тысяч дел о дискредитации армии РФ. Общая сумма штрафов – по ним более 150 миллионов рублей. А к середине апреля текущего года в российские суды поступило уже более 6500 протоколов о дискредитации армии РФ. Как минимум 503 человека, по подсчётам ОВД-Инфо стали фигурантами уголовных дел из-за антивоенной позиции.